Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы обычно говорим о вероучительных каких-то особенностях для того, чтобы сделать мир православия более понятным. Но не только об этом. Иногда мы стараемся познакомить широкую публику с теми социально значимыми проектами, которые реализуются на территории нашей епархии. И вот один из них – семейный очаг, представители которого сегодня у нас в гостях – это отец Максим Соколов и Павел Кореньков. Психологи. Семейный очаг, насколько я понимаю, это служба помощи населению. Причем разная, да? Служба помощи, соответственно, по названию прежде всего семье. Да, то есть как бы в настоящее время в мире современном семья как основа общества, она испытывает очень много вызовов, испытывает очень много, так сказать, проблем. Семья именно как структура психологическая, духовная. И поэтому несколько лет назад, по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, было принято решение создать вот такой центр помощи, поддержки. И психологической помощи, поддержки, и юридические консультации там проводятся, и по ряду других направлений помощи семье как институту. Да, да, социальному и духовному и психологическому. Понял, это просто реализация такой практики, которая на разных приходах, она в принципе присутствует, просто вот конкретно у проекта «Семейный очаг» есть некая системность. Когда люди, прихожане, они, как правило, являются какими-то специалистами в той или иной области, они или юристы, или медики, там детские врачи, терапевты, там, не знаю, офтальмологи и прочее, прочее, юристы. И они просто говорят, что я могу послужить этому приходу своими знаниями, если кому-то нужна помощь. Я знаю, что просто на некоторых приходах такая практика есть. А это, я так понимаю, взяли просто и сделали конкретный консультативный центр, где собрали специалистов разных сфер, и туда человек, в принципе, находящийся либо в кризисе, либо нуждающийся в какой-то помощи, но не имеющий, например, возможности заплатить дорогому юристу, дорогому адвокату, он может прийти и получить эту помощь бесплатно. Правильно я понимаю? Ну, во-первых, совершенно точно, что инициатива здесь в данном случае сходила как бы снизу, то есть есть люди, которые желают своими знаниями, своими умениями, своей профессией помочь, поддержать своих собратьев по вере, но не только собратьев по вере, потому что, конечно, центр принимает и людей, как бы сказать, со стороны, да? То есть людей, не относящихся прямо вот непосредственно, не выцерковленных, может быть, и даже, может быть, находящихся только на пути к храму. Но в любом случае, да, это была инициатива с приходов. Изначально на многих приходах были действительно такие специалисты, которые помогали, консультировали. Ну, а семейный очаг – это попытка, так скажем, систематизировать как раз эту помощь, потому что, ну, не на каждом приходе есть там и юрист, как вы правильно говорите, и врач-педиатр, и психолог. И где-то какому-то человеку или какой-то семье, возможно, необходимо оказать помощь вот как раз на другом приходе, в другом месте. То есть как такового вот этого центра, как единого образования, чтобы сказать, вот большой центр, торговый центр, допустим, да, или духовно-просветительский центр. То есть как здание отдельного его нет, хотя есть, ну, скажем так, штаб-квартира его. А именно систематизация информации, люди звонят, люди спрашивают, кто и как может помочь в той или иной ситуации, и его направляют к конкретному специалисту. Насчет помощи, вы сказали, бесплатно. Действительно, очень большое количество помощи оказывается бесплатно, но мы ее называем все-таки не бесплатной, а благотворительной. Потому что бывает и такое, когда человек приходит и, получив консультацию, получив помощь, он говорит, я хочу как-то отблагодарить, я хочу что-то там оставить, пожертвовать и так далее. В этом случае тоже не возбраняется, то есть у нас нет такого запрета. Человек может на какие-то социальные проекты пожертвовать, может пожертвовать в храм, может пожертвовать эти средства на самые разные добрые дела, также на поддержку деятельности центра, но просто здесь в данном случае деньги не являются препятствием. То есть если человек хочет получить помощь, он ее в том объеме, в котором мы можем оказать, он получит ее. Ну сейчас у нас, я думаю, пробежит бегущая строка с телефоном контакта, чтобы люди понимали, куда можно обратиться в случае чего. И будем начинать нашу встречу, потому что она, конечно, отчасти лишь рекламная, вот, то есть с целью вообще заявить и рассказать о таком проекте. Но хочется показать примерно, как это работает. И чтобы не начинать с места в карьер, сегодня у нас два психолога, один психолог в рясе. Напомню, ну, наши постоянные телезрители знают отца Максима, что по первому образованию вы клинический психотерапевт. Клинический психолог. Клинический психолог. Да, ну, мединститут заканчивал, но именно правильно называется клинический психолог моя специальность. Вот. И мы уже в той или иной степени темы психологии касались в наших передачах с Павлом. Мы встречались на тему зависимости, созависимости, преодоления и так далее. Сегодня мы возьмем какие-то типичные, вернее, сегодня мы посвятим наш диалог каким-то общим вопросам соотношения духовной жизни и психологии. Вообще, какое место психология занимает в жизни церкви? Должна ли она вообще какое-то место занимать? Или это, как добрая часть православных христиан говорят, что это какая-то лженаука, что это вообще все это наносное? Вот есть батюшка на исповеди, вот наша психотерапия, мы вот пришли, поговорили. А все эти ваши психоаналитики, гештальтерапевты, все эти трансперсональные, экзистенциальные психологии, все это ваше фу. Мы вот об этом сегодня поговорим, а в последующих встречах мы поговорим уже о каких-то конкретных ситуациях, как можно совмещать усилия священника и психолога. И как это происходит конкретно у вас в проекте «Семейный очаг». Давайте вот начнем с какого вопроса. Тут вот я как-то смотрел один из стримов отца Вячеслава Рубского, которого отец Максим, ну так, с осторожностью оценивает и к нему относится. Ну это сейчас не суть важна. Мне понравилась вот какая мысль. Я хотел бы с этого начать, согласны вы с этим или нет. Что сейчас в современной церкви практически нету души попечения. Что фактически в психологии отдается эта сфера, потому что души попечения, как оно было там, я не знаю, во времена там святых отцов, такого души попечения нету. То есть человек приходит в кризисы, в какие-то моменты, сложные моменты своей жизни, и чаще всего слышит на уровне отговорки. Ну надо молиться, надо поститься, почаще причащаться, приходите в храм почаще. Но это ему ровным счетом не помогает. И вот отец Вячеслав говорит, что именно в этом отношении психология должна быть введена в структуру церковного душевного попечения. Как вам кажется, так это или нет? Давайте с отца Максима начнем. Ну самое первое, это ваша оговорка, батюшка, не по Фрейду, но оговорка о том, что я в личных беседах говорю, что нужно аккуратнее относиться и к освященникам, и к психологам. На самом деле я всегда говорю, что и к моим высказываниям надо относиться аккуратнее. Потому что каждый человек может в чем-то ошибаться, в чем-то особенно яркие, такие яркие личности, которые отец Вячеслав, как отец Вячеслав. Вячеслав, порой мы увлекаемся в тех или иных оценках. Я не знаю, каков опыт, насколько я помню, в Одессе служит отец Вячеслав. И не знаю, какой опыт там взаимодействия, психология и душепопечения, и какой образ служения пастырей там в основном. Но мне кажется, что все-таки, например, в Самаре именно душепопечения и забота о психологическом состоянии прихожан со стороны священников на многих приходах существует. По крайней мере, я встречался и на вашем приходе, и на многих других приходах, особенно на таких небольших дружных приходах, где священник действительно выполняет роль не только пастыря, не только молитвенника, не только проповедника, но порою и роль такого вот своеобразного психолога. Поэтому сказать, что совсем эта традиция угасла, конечно же, нет. Хотя, несомненно, за, как мы любим говорить, за 70 лет странствования в пустыне духовной, естественно, школа несколько потерялась. Вот эта вот школа, которую мы знаем до революции, в Оптиной пустыне была, в других каких-то монастырях главным образом. Но ведь и тогда, если мы почитаем, например, дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, мы видим, что состояние духовного попечения, состояние приходской жизни по всей России было очень разным. И действительно были такие вот центры, светочки, куда люди даже и в тяжелых и духовных, и психологических, и психопатологических порой состояний приходили, и находили и утешение, и заботу, и поддержку. И действительно, многие исцелялись от, ну, выходили в трезвости от алкоголизма. Многие при тяжелопсихотических расстройствах не накладывали на себя руки, а выправлялись с духовной и психологической помощью. А с другой стороны, в огромном количестве сел и городов даже не было, ну, не было таких пастырей, как святой праведный Иоанн Кронштадтский, например, или святой Алексей Мечев или многие другие. Поэтому сказать, что вот сейчас это потеряно, наверное, это несколько такая драматическая трагичность лишняя. Я бы вот хотел просто к Павлу тоже этот вопрос адресовать, потому что Павел, к нему приходят, условно говоря, прихожане. То есть понятно всего того, что прихожане не скажут нам, ну, в силу определенного какого-то пиетета перед саном, вот, они не скажут, знаешь, батюшка, ты какую-то там ерунду сейчас сморозил, мне от твоих слов там, например, не легче. Они покивают, скажут спасибо, развернутся и пойдут к Павлу. Как к человеку светскому, человеку дипломированному, человеку, который, в общем-то, практикующий психолог. Вот какие запросы у прихожан, вот они приходят к вам и что? Я вот, да, я немножко издалека тоже начну. Вот отец Максим сказал, что ко всем словам нужно относиться с осторожностью. Я бы тоже вот хотел сказать, что понятно, что там мы все видим через призму какого-то своего опыта, да, там образовательного, ну, жизненного, профессионального, какого-то еще. И, ну, те люди, которые сейчас вот там нас будут смотреть, слушать, да, я бы тоже хотел, чтобы они так воспринимали все то, что, например, я буду говорить, да, это понятно, там, это мой личный опыт, он достаточно богатый, да, но это вот мой опыт, и он мне подходит. Вот если говорить про то, что к Рубскому возвращаться, да, очевидно, что это, ну, как бы, хорошо бы, что это было, но вот как это сделать, чтобы это было, ну, там, не профанация, а качественно, это настолько серьезный губой вопрос, что мне кажется, он из ряда фантастики. И я вот тоже соглашусь с отцом Максимовым, что, вот, опять же, через свой личный опыт, я, ну, никогда там от меня, ну, ни на одном приходе священник не отмахнулся. То есть, ну, вот, я понимаю, как бы, там, у всех там, ну, своя жизнь, ну, например, когда мне было плохо, я приходил, ну, ни на одном вот приходе, ну, не то, чтобы там ездил всю Россию, могу, да, ну, вот, у меня есть какой-то опыт, я могу сказать, что и в этом плане, что вот утрачено душу, я не согласен, не согласен, что всегда было, ну, очень по-разному, в разных местах, и вот такой пример для меня, да, очень явный, вот там, ну, все мы там знали, знаем про Дивеева, там, про батюшку Серафимов, да, там многие туда ездили, ведь там нету местных, вот там, ну, туда едут паломники, да, ну, вот там те, кто живут, ну, возле святыни, они же практически не ходят туда, то есть это такая, как бы, ну, штука интересная, да, что вот, ну, как она интересная из закономерности, что может быть очень какой-то достойный батюшка-священник на приходе, да, и к нему будут ездить там, ну, условно говоря, в какой-нибудь районе, ну, даже про область, если говорить, он будет вести эту деятельность, но к нему приедут там из Самары, из Чапаевска, я не знаю, там, а местные так, ну, да, вот у нас, ну, ну, да, вот он есть, вот, и все, то есть это такая вот штука, что мы вот, ну, большое, ну, на расстоянии, что ли, как-то видится. Я, наверное, не совсем сейчас про вопрос, но я сейчас вернусь к вопросам. И, конечно, здесь важно, есть вещи, которые там, ну, уместно и правильно обсуждать и прорабатывать психологом. Просто у священника, ну, это немного другая компетенция. Они, ну, я для себя их никак не противоставляю, но просто очень важно понимать, да, что, например, я пришел, ну, с какими-то обидами, ну, на родителей, да, условно говоря, понятно, что это работа длительная, и у священника есть, ну, как бы там, ну, свои обязательства, и просто вот я, да, вот так как был у отца Тихона в Чапаевске, да, на исповеди, там 70 человек человек исповедует. Ну, это, ну, вам-то, наверное, это вообще как бы все очевидно. Ну, просто я представляю, что вот если 70 человек, как ты вот, ну, там, в моменте исповеди в каждого включишься, да, ну, просто там через три дня упадешь, там, ну, с выгорания. Поэтому здесь, конечно, это как-то, ну, важно, наверное, как-то священников, отцов приносить. Ну, как это сделать, вот, практически, я... Отвечаю сейчас я тебе, Сергей, на вопрос или как-то про что-то... Да, просто я параллельно, слушая ответ, у меня возникают еще тысячи и тысячи вопросов. Например, вот к вопросу об исповеди. Исповедь и психотерапевтическая практика – это не одно и то же, как мы понимаем. Вот. Но психотерапевтическая практика не является отпочкованием от исповеди? То есть, условно говоря, все то, что человеку нужно проговорить на исповеди, он идет проговаривать к психологу. Это правильно или это... Ну, можно отвечу, да. Дело в том, что, да, вот как вы уже представили меня, часть моей жизни была связана именно с психологическим консультированием, с тем, что называется, психотерапией. А в последнее время большая часть моей жизни связана вот как раз с исповедью, с общением с прихожанами как священник. Хотя и сейчас бывает иногда, что, ну, приходится консультировать именно в психологическом ключе. Так вот, я могу сказать, что общих мест, конечно, очень много. Но эти общие места, скорее, на уровне внешних признаков и определенных приемов. Но цель, то есть, что самое главное в нашей деятельности – это цель. То есть, бег на стадионе и бег к краю пропасти или бег за цветами для любимой жены, он выглядит как бег. И тот, и другой, и третий. Но результат их разный. Поэтому здесь и исповедь, и психотерапия, они внешне чем-то похожи. Также задаются вопросы, также человек анализирует свои какие-то внутренние состояния. Но цель и, скажем так, вот архитектоника, сложное слово сказал, ну, в общем, состав, да, состав вот этих вот двух действий, он совершенно разный, сильно отличается. Давайте разъясним тогда. Для православного христианина, который, ну, будем говорить, практикующий христианин, это очень важно проговорить. У меня будет тогда, я сейчас сразу задам вопрос, а потом вы попеременно ответите вопрос к Павлу, с какими запросами, по мнению приходящих к нему православных христиан, церковь сейчас не справляется. То есть, есть какой-то запрос к священнику или вообще к институту церкви, и церковь его не дает. И что тогда, по идее, ну, как бы церковь обязуется дать, и чего она не обязуется давать. То есть, вот на что не нужно рассчитывать, когда ты идешь в храм. Потому что есть ощущение у людей, что храм это вообще какой-то последний оплот, последнее прибежище, и тут я могу получить абсолютно все. И юридическую, и психологическую помощь, и материальную помощь, если надо, и так далее. Вот сейчас мы уберем материальную сторону, юриспруденцию и так далее. Вот с точки зрения психологии, что храм, церковь, церковь, как община дает, а что не дает, с чем не справляется? Ну, отчего же убирать материальную сторону? Я вообще, для того, чтобы было понятно, для чего душепопечение в церкви, и для чего психология, важно вспомнить, как церковь, как Писание, как святые отцы смотрят на человека. Человек – это удивительное существо, трехсоставное, в котором есть дух, душа и тело. Если очень просто, тело – это все, что относится к нашей материальной структуре, к ее обеспечению, ну, в том числе и какие-то элементарные моменты выше нервной деятельности, то есть, инстинкты, самосохранение, пищевое поведение, продолжение рода и так далее. Душа – это то, чем в основном занимается психология, это психология индивидуальных различий, то есть, чем люди отличаются друг от друга, как человек относится к другим людям, то есть, социальная психология, как человек относится к самому себе. Вот как раз через рамки вот этих отношений с другими людьми, через рамки отношений своих к деятельности и так далее, и так далее. Тут разные подходы психологические. Вот это душа, то есть то, что нематериальное, но относится к этому миру, временному миру и существованию, функционируемую в нем. И духовная часть, ну, некоторые святые отцы говорят, что духовная часть – это тоже часть души, просто высшая ее часть, которая, условно говоря, относится к… описывает отношения человека с Богом. Да, ну, тут некоторые говорят, ну, не все же верят в Бога. Но дело в том, что даже у тех людей, которые не верят в Бога, все равно есть некая высшая часть смысловая, да? Для чего я живу? Логос. Смысл какой, да. Даже у человека, который не задумывается никогда над этим, все равно у него эти отношения с некоторым смыслом выстраиваются. И вот духовная часть – это как раз то, что выводит существование человека, его мысли, его чувства за пределы данного нам в чувствах бытия. И главная задача церкви, как бы, конечно, и государство, и общество хотело бы, чтобы церковь и кормила, и душевно поддерживала людей, и еще и духовно. Ну, а духовно – это уж как хотите, это ваше дело. На самом деле, конечно, если мы увидим задачу церкви, а задача церкви как? Через проповедь Христа, через его действия в Евангелии. Это прежде всего спасение души. То есть, это духовная часть и отчасти душевная, да? То есть, выстроить отношения с Богом, выстроить отношения со смыслом своей жизни, и дальше через это и взаимодействие с этим выстраивать отношения с людьми, с образами Божьими, которые вокруг меня. Вот это задача церкви. И здесь мы соприкасаемся с психологией. А задача психологии все-таки немножко вот на уровень душевном, на уровне душевном в основном, и на уровне телесном. Это понять, как я реагирую, как я взаимодействую, а почему я здесь так или иначе взаимодействую. И почему, например, у меня болит спина, когда я, к примеру, взял на себя слишком много. Ну, то есть, взаимодействие души и тела. Вот эти вот взаимодействия, которые может исследовать психология, которые может помочь человеку их понять. И если, естественно, человек при этом, зная себя уже лучше, чем раньше, сходив к психологу, выяснив, вот как в нем работают те или иные психологические механизмы и телесно-душевные связи вот эти, ему легче, немного, наверное, легче двигаться к Богу. Но все-таки задача церкви вот такая. И с чем он справляется, да? С какими запросами не реализованы? Очень масштабный вопрос, такой прям это, глобальная ответственность, чувство на себе за всю психологию говорить не буду, скажу только за себя. Я вот, ну, вот, можно, Дед Сергий, прям вот вопрос вас перефолюмирую по-своему как-то, да? Вот как будто в нем есть какое-то противопоставление, там, церкви, психологии. А я вот прям бы, ну, хотел, чтобы ее не было. Нету там никакого. Это все очень взаимные вещи, очень взаимодополняющие вещи. И сказать, что там вот, ну, с чем-то не справляется там отец Максим, а справится там Павел Коренков, ну, это прям вот, ну, для меня это вот так не бывает. Нет, то есть с чем-то мы все смотрим. Сейчас я, да, перейду к сути. И получается как, вот, например, да, приходит ко мне человек, говорит, вот у меня там обида на маму, условно говоря, да? Ну, и обидно, ну, объективно, там, мама, может быть, как-то эмоционально холодная была, да? Там, ну, не поддерживающая, ну, как вот то, о чем мы все знаем, да? И объективно есть на что обижаться. Ну, и пока вот человек в этих обидах живет, да, он застрял, пока он там винит окружающих, там, маму, там, ну, как-то, кого-то еще, да? Не будем, так сказать, других людей в своих проблемах. Вот для него, ну, всегда будет, там, все будут виноваты, отец Максим будет не такой, психолог будет шалатаном. То есть здесь вот пока вот этот фокус не приключится, да, пока я, ну, свою ответственность не увижу за свою жизнь. И, в общем-то, вот в понимании, в осваивании ответственности за свои чувства, за свои переживания, тут может помочь и психолог, и священник, и, ну, ну, если мы сейчас про них говорим, да, там, и там продавщица в магазине как-то вот каким-то теплотом. То есть здесь скорее про какое-то вот именно человеческое отношение в первую очередь, чем, потому что, ну, человек, он ведь, психо-человек, это не какая-то вот такой, это не часы там с механизмами, где там ты один вынул и все заработал. Так не работает. То есть с одним человеком это может работать, с другим человеком это может быть вообще не работать. Это все очень уникально, очень уникально, да? Там одного человека может на какое-то горе привести к Богу, да, а другого может озлобить и оттолкнуть далеко. Хотя, в общем-то, и, ну, поэтому сказать, что там вот, я, наверное, не очень отвечаю точно на вопрос сейчас, но для меня это очень вещи, то есть, например, да, вот человек в беде приходит к психологу, да, и если я понимаю, что он, ну, ну, как, насколько я могу понять, я говорю, слушай, а вот ты вот там, ты верующий, вот, скажи, ну, как бы, имеет смысл сказать храм, там, как-то с большим поговорить, может быть. То есть это не то, чтобы я отпихиваю, да, но это правда те вещи, которые... А по каким вопросам отсылаете храм? Тут нет, нет какого-то вот прям отдельного спектра, тут скорее зависит от того, насколько я вижу состояние человека. Если он готов как-то, ну, как готов, понятно, что я не вот прям там могу оценивать, да, я скорее предлагаю, чем, ну, настойчиво это делаю. И это и семейные какие-то наши нерадительские зависимости, я очень много работаю в этой сфере, да, то здесь как бы, ну, нельзя выделить какую-то вот одну сферу, в которой вот можно... Нет, это зависит от состояния человека в первую очередь. Я вот на самом деле подвожу к вот какому вопросу... Можно я еще? А, я перебил, прошу. Точнее, да, я хотел закончить, он прям не хочет записывать, у меня столько рождается идея, я сбою. Про то, что вот иногда приходит человек, да, в храм, да, вот он пришел, правда, с какой-то болью, там, да, вот ему прям кажется, что ему все должны, но ему как бы там, ну, как бы не должны ему там все, там другая немного ситуация, и он не получил какого-то там принятия в утешение, ушел, на всех обиделся. То же самое бывает как бы и в профессии там психотерапевт, психолог, человек пришел с какими-то фантастическими запросами, что после первой там встречи ему там, ну, он все проблемы решит. Так это не работает, это все, ну, долгий, кропотливый труд и там, и там, в общем-то. Поэтому здесь больше общего, чем разница. У меня вот вопрос такого характера, буквально лет 10 назад, наверное, ну, где-то вот, может быть, лет 20, стало модным ко всему, что, ко всякому явлению добавлять эпитет православный. Вот, то есть, если это спорт, то православный спорт, если это хлеб, то хлеб православный. Ну, и вот как будто бы есть кошерная, некошерная, чистая, нечистая. Вот есть кошерная психология, а есть православная психология. Вообще это возможно? Можно ли говорить о православной психологии? Можно? Говорить можно о чем угодно. Геяльный ответ. Может ли военный быть умным, военный может все. Здесь, ну, вот я могу сказать, вот из практики, я, может быть, на такой какой-то уровень перевожу практически. Вот, например, когда ко мне приходят люди, которые говорят, прямо целенаправленно, говорят, а вы прямо верующий православный? Говорят, ну, да, вот я там хожу, фран, там, ну, соблюдаю все. А, ну, тогда, да, тогда вот у меня, как бы, уровень доверия к вам сразу повышается. Сказать, что какая-то вот там, ну, я, как бы, хочу очень деликатно и осторожно сказать, что вот там есть необходимость выделять какие-то, ну, отдельные моменты, вот, мне кажется... Да, сложный вопрос, сложный вопрос. Давайте я подумаю еще. На этот вопрос можно отвечать на разных уровнях. Так. Уровень практически очень простой. Почему сейчас это стало важно и, как вы сказали... Знак качества. Да, модно, да, может быть, даже. Ну, вот в психологии, по крайней мере, это очень во многом родилось от ситуации, когда в 90-е годы вдруг на наш, ну, так, рынок психологических услуг рванулось огромное количество психологии разной. Но, как в этом анекдоте, да, что не все йогурты одинаково полезны. Оказалось, и так, что и в психологии, при самых радужных, самых благих, как бы сказать, декларируемых намерениях, не всегда и не всякое полезно. И, обжегшись на этом, попав в руки, там, всяких психологических сект, ну, я думаю, что многие знают, что это такое, попав в руки, ну, просто недоброкачественных, там, психологов или, как там, психотерапевтов, без, может быть, без образования, может быть, с образованием, но с таким, с которым лучше бы не надо, да, то есть, в самые разные, такие, деструктивные отношения очень многие люди обожглись. Очень многие люди обожглись и все-таки... И травмировались. Да, и травмировались. И все-таки определенное доверие к церкви, оно сохраняется, слава Богу, хотя, конечно, сейчас много всяких течений, веяний в обществе, но таким образом здесь вот это вот название «православный психолог», оно как бы, ну, как бы дает возможность понять человеку, что он приходит к тому, кто не будет ему вредить и не будет его, скажем так, веру, его убеждения подвергать, ну, там, сомнению или, вернее, как даже, не сомнению. Критике, да. Да, то есть, не будет сразу приписывать в сторону, ну, это патология. Да, такие случаи бывают. Это один, это практический аспект. Второй методологический аспект, да, то есть, методика, методика. Попробуй сейчас. Да, отец Максим, я прошу прощения, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Давайте мы здесь вот поставим многоточие. И с этого вопроса мы начнем с методики. Кратко мы ответим на этот вопрос в следующей нашей встрече. И уже на каких-то практических ситуациях мы посмотрим, как это работает. Если подытоживать, то, на мой взгляд, вообще православная психология возможна, только если она позволяет решать именно кризисы, связанные с верой. Отношения со Христом, с Церковью, личностного, духовного выгорания. Вот в этом случае действительно нужна именно, на мой взгляд, православная психология. Прав я или не прав, поговорим об этом в следующий раз. Спасибо большое. Хорошо. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. В следующий понедельник присоединяйтесь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.